всем привет сегодня расскажу о первом классе и защиты гретьим фортерс 2 это один момент он же демо он же подрывник как видите демо пользуются гранатометом и другими видами взрывчатки для момента является очень эффективным классом так как его бомбы наносят большой урон и летят по параболе то есть можно закидывать за углы видите как они отталкиваются от стен то есть можно скажем вот так находясь здесь вот так вот от стенки отскочил снаряд за угол и взорвал врага демо мэн является классом защиты как правило но также эффективно в нападении то есть он позволит вам особенно критическими бомбами разносить целую пачку врагов так как урон наносится ни одной цели находящимся даже рядом как видите летят по параболе бомбы что не позвольте вам особо так им шиковать далеких стрельбе скажем вот отсюда вы не сможете накинуть на балкон врагу туда но на площадку там можно изрывается через определенное время 3-4 секунды зарядив всего 4 бомбы как видите можно закидывать туда с балкона но быть аккуратным то что снайпера могут убить также быть осторожным с пироманами то что пироман может отразить ваши ракеты бомбы вам обратно же и вы получите урона своих же бомб и разлетитесь на кусочки процент давайте сначала посмотрим основное оружие это горы стан на данный гранатомет который стреляет и четырьмя бомбами начинать передержаться как видите бомбы метод нормальный радиус взрыва что позволяет эффективно наносить пачки врагов и турели особенно цедром мэн в этом очень эффективен так как можно из-за угла вынести турель инженера вместе со всем инженером и всем причиналом его там также посмотрим сейчас еще другие виды оружие демо мэна это подкидыш подкидыш имеет урона 20 процентов больше и скорость полет снарядов у него больше но размер обоим у него уменьшен в половину то есть уже две бомбы у вас только выпущенные бомбы разбиваются на поверхности плюс 20 урон 20 процентов урон носите по себе видите разбивает зелено но он носит урона не больше то есть вы если умеете точно подать врагу то вы можете спокойненько взять и попасть врага и разнести его в кустки если что мало снарядов действительно все оба запасы две в обоим это мало дальше предметы следующие дальше пушка на лафете пушка на лафете имеет четыре заряда как видите она стреляет ядрами ядра имеют большую радость поражения но они не взрываются сразу через определенное время ну конечно короче чем стандартного гранатомета но можно также придержать и видите как взрыв происходит раньше то есть по шкале смотрите на сколько время осталось можно выстрелить и сразу взорвать в упор но для этого нужно подержать какое-то время на ней также можно подпрыгивать но здесь не каждого часа на балкон но это надо тренироваться чтобы на ней прыгать хорошо помните что бомба наносит и себе урон в том числе дальше предметы это два таких предметов бутлер бутлегер точнее и ботинки али-бабы это для комплектов используя рукопашного боя максимальный уровень здоровья плюс 25 и 100 пациентов к управляемости во время рфк и тот и тот только просто комплекты разные выглядит как видите так вот и вот так вот сейчас внешнего нити здоровье ваше конечно становится больше и когда используете щиты вы можете управлять во время движения более эффективно дальше второстепенное оружие это липучкомет видите уже пропадает первое оружие липучкомет он же пайпомет то что позволяет использовать бомбу липучка которая крепится на стену любые поверхности позволяет вам милизировать территории и защищаться от врагов очень эффективно то есть скажем за углом вы наложили этих бомб на стенку враг выходит вы разрываете и врага уже нет наблюдаете только разлетающихся линии куски стандартный пайпомет имеет всего 8 зарядов То есть, вы можете лепить 8 бомб на стенку. Как видите, 8. И как только вы начинаете ляпать 9, предыдущий взрывается, начиная с самой первой. То есть, можно считать так вот. Вы ляпаете. Видите, 4, 5, 6, 7 и 8. Все взорвались. Сейчас я ляпаю. И взрывается самая первая. То есть, можно эффективно распределять взрывы бомб даже не подрывая всех. Это такая возможность. То есть, если вы ляпаете первую бомбу, видите, что враг подходит первой, в ней надо взрывать все, можно выпустить куда-нибудь 9 и взорвется именно та. Если еще выпустить несколько, то взорваться будут предыдущие все. Также имеется в виду критические они. Взрываются очень эффективно. Урон носится по вам. С помощью пайп можно прыгать. То есть, вы колодите бомбу. Блокон. Плотим бомбу. Отпрыгиваете и вас подбрасывает. Можно еще присесть и делать прыжок во время. И дальше полетите. То есть, вы можете залетать на возвышенности, как солдат. И прилетать в пропасть. Или буквально на балконы залетать с козырьков каких-нибудь. Или наоборот на козырьки. Это очень эффективно. Давайте посмотрим оружие демомена, кроме льпучкомета. Есть шотландский льпучкомет. Называю его так. Шотландское сопротивление старой закалки. Тоже с достижением. Скорость атаки плюс 25. Количество патронов плюс 50. И максимальное количество общинных льпучек плюс 6. То есть, выпускается уже 14 льпучек, а не 8. И взрываются бомбы не все по правому клику, а взрываются бомбы рядом с прицелом и ногами. Можно уничтожать вражеские бомбы-липучки. Это очень эффективно. То есть, вы можете накидать бомбочки эти. на бомбы демомена и убрать их. Как видите, скорости остановки льпучек больше. Видите, бомбы становятся красными. Когда прицел наводишь рядом. То есть, эти бомбы можно взорвать. Скажем, вот так вот сделаем. Внизи. Бомбы можно взорвать. Две. Это не взрывается. Только когда вы активируете. То есть, можно контролировать площадь и уровень взрывов. Не расходуя все липучки, 8 штук, которые вы установили. То есть, вы можете налепить там кучу липучек там. Так, в проходах, скажем. И стоять. Скажем, враг появился там, взорвали там. Враг появился здесь, взорвали здесь. То есть, контролировать территорию позволяет очень эффективно. А можно, если... Как одна особенность есть у пайпа-меметов. У всех, в принципе. Я сейчас расскажу о ней. То, что имеется тоже шкала заряда. То есть, вы можете выйти, скажем, на балкон. Видите, она недалеко летит, да? Бомба. Она в воде. А если вы зажмете кнопку атаки, у вас будет шкала наполняться. Конечно, долго, но... Вы встретите пайпа, которая летит достаточно далеко. И видите, она зацепилась на балкон. Вы можете там рассчитать по углу атаки. Там, насколько далеко можно заполнить бомбу. Можете накидать куда-нибудь, где не заметит враг ее. На балкон, скажем, врагу. Видите, две бомбы. Выходит снайпер, нажимаете. И все. И снайпера нету. Подходящий момент, а не когда там... Чтобы все бомбы взорвать. То есть, определенные можно налепить весь балкон там. И взрывать определенные по выходу врага. Дальше. Предметы. Наполнительные. Есть щиты. Есть штурмовой щит, который имеет... Такой бонус, приятный очень. Спротивление огню плюс 50. Испротивление урону от взрывов плюс 40. Неоспроявлением к догоранию. То есть, если у вас пиро поджег... Как видите. Щит на знале в руке. У вас поджег пиро. Вы... Не будете гореть просто. Будете получать меньше урона от взрывов. Как видите, заряд есть со щита. То есть, вы можете вот так вот это сделать. Сажать правую кромпу и лететь на врага. Очень эффективно. Дальше. Щиты. Еще есть второй щит. Это... Щит... Роскошное прикрытие. Сопротивление огню уже меньше. Плюс 20. Сопротивление уронов от взрывов плюс 15. Тоже меньше. Наносит урон на столкновение на любом расстоянии. То есть, вы можете верить с врага. Наносит урон как штрамовым щитом, так и этим. Но этим будет урон больше. И на любом расстоянии. Видите? Щит сносит уроновое расстояние. И исполняется шкала достаточно быстро. Шкала тоже нужно ждать, чтобы заполнилась до определенного уровня. Как раз для этого существуют рукопашные комплекты. Как видите, все. Теперь для рукопашного уже. Стандартная бутылка. Сейчас лагерство у нас любители выпить. Как видите, бутылка убьющаяся. Хотя она будет разбивается. Даже берете новый уровень, остается разбитый. Но все равно у нас урон такой же. Это рукопашные атаки. Дальше. Предметы. Идет у нас одноглазый горец. Старой закалки. Без случайных криктов. Максимальное здоровье. Минздрав 5. И за убийство врагов. Срубание голов. Вы увеличите свою скорость. Незапас здоровья с каждой срубленной головой. То есть, ваше здоровье будет увеличиваться. Наращиваться. Как выглядит данный меч. Видите? Даже насмешкой можно отрубить голову. Особенно это, когда снайпер не видит. Спай невидимости перед вами. Вы уже, в принципе, знаете, что он там. И так вот срубаете его из невидимости. Вываливается только одно тело. Без главного. Дальше. Капашное оружие. Это костыль. Скорость захвата плюс один. Получаемая от пуль плюс десять по вам. Это эффективно, если вы захватываете точки. То есть, вы берете костыль, идете на точку. И вместо того, чтобы на точке был один человек, у вас будет все равно, что два. То есть, как скаут восстановитесь. Дальше. Предметы следующие. Это клеймор. 0,5 секунд грязности ревка. То есть, вы быстрее двигаетесь с помощью щита. Ревок делаете на полсекунды больше. Несвученно кайтов. Максимальное университетное здоровье. Минус 15. То есть, наоборот, уменьшает себе здоровье. Как вот оно выглядит. Вот он, клеймор. Такая шпага смещ. Что-то скрещенное. То, что рукоять такая, как от шпаги. Все, оружие двуручное. Видите, вы только можете использовать рукопашный, когда комплект играет полностью. Дальше. Предметы следующие. Это железная девятка Несси. Без случайных критов. И максимальное здоровье тоже минус 25. То есть, это оружие бывает больше пронесом действия, как и на глазы горец. И также увеличивает скорость и запас здоровья, случайно срубленной головы им. Клеймор, я уже рассказывал. Персидский заклинатель. Плюс сток, скорость передвижения рывка со щитом. И подобное оружие патроны, в основном, для здоровья. Патроны, по сути дела, нам не нужны. Вы используете рукопашное оружие. Это для любителей по игре рукопашку. То есть, вы делаете рывок и срубаете бошку врагу. Конечно, нужно быть осторожным. На толпе можно не особо хорошо пожить. То есть, если толпа снесет тупо, если вы не успеете там убежать, в достаточном состоянии, либо перерубить всех заранее. Но эффективно. То есть, вместо патронов будете получать здоровье. Дальше. Предметы следующие. Это у меня персидский заклинатель уже с мэномашин скованной. Дальше. Полузаточий. Оружие чести. При убийстве останавливает здоровье до 100%. Оружие чести. Это значит, что если достали вы как солдат, то должны убить кого-то им. Брать его вы не сможете. Учитывая, что вы здесь используете и так рукопашное оружие, вам обязается. То есть, вы можете убить врага с разнообразной здоровью до 100%. И пойти дальше громсать врагов. Учитывая, что вам убирать на спитах нечего. Дальше. Демомэн использует также сковородку и шотландский головорез. Урон у него больше на 20%. Скорость движения при этом меньше. Но если вы его любите, то вы можете и больше урона наносить. И если его сточность хорошая, то он не обязательно гарантирует вам большую скорость. То есть, вы можете врезать врага и так же убить его бошку, там, что-нибудь другое. Что болтается, не нужно. Демомэн своеобразный такой очень эффективный класс. Вот его стандартный набор. Гранатомет, пучкомет, он же пайпомет, и бутылка. Демомэн позволяет делать засады, закидывать врагов из-за укрытия, или наоборот, из-за укрытия к врагам. Что делает очень эффективный вон. То есть, вы можете накидать, скажем, за угол, выйти, там, скажем, куда-то, накидать и скрыться. То есть, вам не надо обязательно стоять прямо, чтобы ракеты летели там в прямой. То есть, в углы для вас не препятствие. А также демомэнер может в точном попадании взрывать рейт-бомбы всех, кто коснулся данной бомбы. Второй копашный. Нужна бутылочка. Можно, конечно, ее по-другому значению выпить. Да, культура, конечно, не блещет. Можно вот так вот сделать, поиздеваться, посмешечкой. Прикрепленным смайликом в нужном месте. Помните, что, используя пайпомет для полетов, вы взлетаете, выносите урон себе, плюс учитываете, что еще получите повреждения при приземлении. Так что, нужно быть расчетливым, прежде чем прыгать. Потому что вы можете прыгнуть и получить уроны, и при приземлении, и он кажется смертельным. То есть, смысл вашего полета будет бесполезен. В общем, я думаю, все. Демо-мен является не только классом атаки, как я говорил уже, но и защитой. То есть, вы можете варьировать, можете, как и поддержку использовать. Он эффективен просто для невнимательных врагов, которые просто идут на пролом, и вы взрываете всю пачку и отправляете на респу. Турели инженеров, то же самое, спокойно разлетаются демо-меном, главное, не стоит на линии огня. Уметь эффективно пользоваться углами отскакивания от стен. И это вам поможет тоже также подниматься очень высоко в рейтинге убийств в таблице игроков. Также эффективно защищайте точки от захвата. То есть, вы можете накидать бомбы на точку, и если кто-то пытается захватить ее, а вы находитесь с ней рядом, то вы можете просто нажать правую кнопку мыши и взорвать всю эту пачку бомб на респе. И все враги просто разлетятся к чертой матери, и точка будет защищена от захвата. Также вы можете захватывать в точке врага, накидывать туда бомбы. Если там копошится команда защищающая, вы просто всю команду отправите на респе мгновенно. Хорошо демо-меном под убером вылетать из-за угла и выносить всю команду врагов, накидывать кучу липучек и бомбы, потом впоследок и взрывать все это одновременно, чтобы было как можно больше взрывов. Так как демо-мен это любитель подрывать его стихии, это взрывчатка и бомбы, и все, что-то может такое взорвать. Его девиз большой пум. Даже так можно пошутить после взрыва на остатками. Также есть всякие насмешки, которые можно взрывать. Но это для разного оружия. Но вот эта насмешка, конечно, суровая. Даже вот есть такая насмешечка, которая мне очень нравится для мэна. Это, по-моему, шотландское сопротивление. Вот такая вот. Зайдется поберять после того, как врага разнесло. Вот так вот, попкой. Да еще как погрякивать, как уточкой. Ну, я думаю, на этом все. Всем удачной игры, побед. Ставим лайк и подписываемся. Ждем следующих обзоров. Я думаю, данная статья вам будет полезна. Точнее, видеообзор. Вы сможете добиться лучших высот и побед. Всем счастливо и пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok